Итак, всем привет! Вы на канале Школа видеоблогеров, школа ютубера. И сегодня мы рассмотрим такой интересный вопрос, как стратегия развития канала «Я исследователь». Мы уже проговорили «Я видеоблогер», стратегию развития канала и «Я бизнесмен». А сегодня самую простую, самую элементарную, самую вот быструю стратегию – эта стратегия называется «Я исследователь». Что это стратегии развития канала, почему эта стратегия тоже имеет право и место быть. Смотрите через пару секунд. Итак, я исследователь или я экспериментатор или я как угодно, да, что это значит, то есть это мое первое видео, то есть вы должны попробовать, почему должны, почему я настаиваю, чтобы вы должны, потому что вы приходите к нам в школу видеоблогеров и смотрите, там мы даем вам, вот ребята, дамы, господа, бабушки, дедушки, девятьсот восемьдесят видео вопросов и ответов уже готово, просто начните бесплатно, прям пошагово и у вас получится снять первый ролик. Вы получите отдачу от него, посмотрите, как это работает без особых вложений и примите для себя решение. А теперь рассказываем про стратегию развития канала «Я исследователь». Почему называется так исследователь? Потому что мы давайте попробуем, то есть сделать один видеоролик объяснения или объявления или призыв или приглашение или о товаре, сделайте обзор какого-либо товара, ваши услуги, сделайте обзор вашего сайта, попробуйте как это и у вас, я больше чем, загорятся глаза и вы поймете, что пока сейчас в русскоязычном сегменте ютюба ниш, огромное количество, огромное, свободных, потому что на западе в англоязычном ютюбе там пробиться нельзя, а сейчас вы вполне можете стать лидером, пока это не сделали ваши конкуренты. Как это делать? Итак, ролик «Я пробую» или «Я попробую» или «Я экспериментирую». Один ролик, давайте примеры, как это работает. Я начинал школу видеоблогеров с одного ролика, я решил своему клиенту, потому что у меня за три дня было двенадцать вопросов о том, как размещать видео. Я посадил своего ребёнка, около себя, которому восемь лет, сделал видеоролик и если ему понятно, то есть как заливать, как размещать, понял, понял. Я говорю, всё, мы сделали с ним видеоролик и у нас пошло и получилось, нам это стало интересно. И если мы сравниваем те видеоролики, которые у нас там были первые на нашем канале, где был такой формат, мы с ним сидим, то сегодняшние видеоролики, которые мы сейчас снимаем, это уже ролики, снятые на профессиональной камере, это уже ролики, допустим, которые отрабатывают от и до, то есть уже получаются ролики, которые снимаются на студии, причём с хорошей графикой, со всеми, со всеми делами, да. То есть почему всё у любого канала всегда, всё-всё-всё начинается с первого одного ролика, всегда так. Вот бывает и потом получается, люди снимают, видите, уже мы переходим, делаем уже видео ставки какие-то, видео дополнительно, там съёмка с экрана, там пятое-десятое, уже всё это получается, поэтому начните и вы. Дальше. На примере, вот давайте просто пример. Молодой человек, я его не знаю, просто пальцем в небо, тыкнул в YouTube и попал. Сделал канал, видите, он начал делать канал и вот он сделал пять роликов на этом канале, мы смотрим пять роликов, шесть, шесть роликов. Один ролик стрельнул, видите вот, у него двести девяносто четыре тысячи просмотров, двести девяносто четыре тысячи просмотров. А знаете, почему он перестал снимать? Потому что остальные ролики у него, видите, там девяносто просмотров, шестьдесят пять просмотров, ручки опустились. И вот Lenovo тридцать шесть тысяч просмотров, а как выбрать нетбук, 2018, 294 тысячи посмотрим. Понимаете? А дальше вот 400 и все, ручки, но он попробовал, он сделал и получилось. Другое дело, что он не дожал канал и возможно, что он даже сейчас не знает. А мы с вами говорили в прошлом видео, посмотрите там, да, про бизнес, надо делать полезный контент. Как выбрать ноутбук в 2018 году? Как, чтобы людям было полезно? Соответственно, давайте дальше пойдем. Плюсы этой стратегии. Стратегии «Я исследователь». Можно нанять актеров. То есть, если вы очень часто, вот я проводил исследование в одной из групп, очень популярной в Фейсбуке, и там 90% людей сказали, что не готовы снимать первый ролик просто потому, что стесняются говорить на камеру. Поэтому эта стратегия именно для вас. Поэтому эта стратегия помогает вам, дамы и господа, нанять актера. Попросите своего знакомого, друга, подругу, бабушку, дедушку, там, соседа, коллегу по работе, чтобы он рассказал вашу идею на видео. И вы все усилия приложите на один ролик, что тоже важно. То есть, у вас будут усилия все на один ролик. Вы попробуйте. И вы сможете этим роликом, плюсы этой стратегии, одним роликом. Привлекать клиентов от конкурентов. Почему? Потому что вы сможете быстрее информацию заносить и поделиться своим, допустим, УТП или своей услугой гораздо проще на видео. Люди не хотят, если вы напишите, что приходите к нам на сайт, там пятое-десятое, почитайте статью, это будет, наверное, неправильно. А вот видео, посмотрите, скажите свое мнение. Вполне себе заходит. Дальше. Вы можете, вполне себе поместить это видео, одно видео на свой сайт, на свой лейдинг пейдж, на свою страницу контакты, на свою страницу о товаре. Добавьте в карточку товара одно описание, и вы посмотрите, как эта карточка, если вы правильно умеете смотреть и знаете, куда смотреть, выстрелит вверх в поиске. Одна. А у вас десять тысяч товаров. И вот вам контент-план. То есть, вы попробовали и уже можете выбирать «Я видеоблогер», либо «Я бизнесмен». Любые. Мы подробненько рассказываем, показываем, что делать. Но сейчас мы про исследователя. То есть, вы получаете быстрые результаты. Что это значит? Вы быстренько ролик сняли, вам не надо геморроиться, там, заморачиваться, там, всеми вопросами, там, продвижения канала, создания, оптимизация. Ролик сняли, и его, как вот, в Директ впихаете везде, в Google AdWords, везде на него рекламу льете, 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 ставите, там, на него, и получается, быстрый результат. При этом, получается, у вас есть некий канал, новый канал. То есть, у вас есть, там, допустим, из поиска Яндекса, из поиска Гугла, из Яндекс Директа, из Google AdWords, социальные сети, да, там, ссылки по сайтам, закладочки, там, избранное, все такое. Но у вас, получается, теперь новый источник клиентов для вашего бизнеса. Это клиенты из нового источника YouTube. Ну, или, ВКонтакте, или в Facebook. Там тоже есть видеоплатформа. Дальше. Тут уже несколько другое по понятию ключевых показателей. Если у нас в Я бизнесмене ключевые, это звонки, сообщения, заявки, в Я видеоблогер, у нас ключевые, это подписчики, просмотры, комментарии, то в Я исследователей у нас возврат инвестиций. То есть, мы сделали ролик, который обошелся нам, допустим, в 50 тысяч рублей. Он хороший ролик, с инфографикой, со всеми актерами. И мы понимаем, через какое время мы отбили его. Через какое время у нас инвестиции вернулись. Но инвестиции вернулись, а ролик остался. И он продолжает, продолжает работать. И даже если вы этот ролик разместите в одной из стратегий Я бизнесмен или Я видеоблогер, то он по-прежнему будет работать. И вы на основании этого ролика сможете сделать YouTube канал. Если вас попрет. А вас попрет. Вот гарантирую. Дальше. Ключевое показание, это реакция на призыв. То есть, если вы в этом видеоролике предлагаете людям что-то скачать, либо перейти, либо позвонить вам, вы должны понимать, насколько эффективно работает. В отличие от других каналов. Если у вас есть объявление в Яндекс.Директ, и вы там написали, что позвоните к нам и получите скидку. И в ролике рассказали о том, что если вам позвонить и сказать код, то получите скидку, то вы сможете измерить реакцию на призыв. Понимаете? Дальше. Важно. Надо понимать, что здесь уже соотношение девяносто к десяти. Если здесь у нас соотношение получается десять девяносто. Десять это продвижение, а девяносто полезный контент. У видеоблогеров, это получается тридцать продвижения, а семьдесят полезный контент. А вот в Я-исследователе девяносто процентов вы будете тратить на продвижение, а десять на контент. Ну, потому что вы разово сделаете и все. У меня замачиваются контент-планы, обложки, ключевые слова. Это не важно. Вы будете лить на него трафик, как в директе. То есть, вы приходите, заливаете контекстную рекламу на него, либо даете какие-то крауд-ссылки там, да. Люди переходят по ним и попадаем, делаем трафик. О чем снимать видео? Для кого подходит эта стратегия канала, там, да. То есть, это замечательное приглашение. У вас есть семинар. Вы решили себя пробовать, как, допустим, бизнес-коуч. Вы пробовать себя решили, как, допустим, продать какой-то, продать какой-то курс, да. Или рассказать обо мне, ну, о себе. Или о вашей услуге. Или о вашем товаре. Или о вашем сайте. Сделать экскурсию о сайте. Сделайте. Снимите видео, попробуйте, да. Опять же, монетизация. Клиенты в бизнес. К вам придут клиенты в ваш бизнес, если мы показывали на примере, как это работает, допустим, да. Вот, раз, там, сделали видео, как правильно выбирать ноутбук. Соответственно, вот, если вы сюда, в этот вот ролик, поставите ссылочку. Друзья, если вы хотите купить это видео, купить себе ноутбук или просто, тут не хватает чего, правильно, господа? Не хватает ссылочки на магазин. И вот, из этих двести девяносто четыре тысячи человек уже бы сейчас пришло, если бы даже пришло десять процентов, то это двадцать девять тысяч потенциальных покупателей, у которых есть траст и доверие к этому человеку. Потому что он грамотно объяснил. Допустим, вы сделали видео, как добраться, тоже, да, начали, попробовали, не хватило бюджета, чтобы дальше продолжать, да, видите. То есть, сделали карточки мастеров, как добраться и забили на канал. Это их право, они имеют на это право. Соответственно, вы в этом случае уже можете дальше делать, либо принять для себя решение, ваше это помогает вам или не помогает. Измерили ключевые показатели и приняли для себя решение. Сбор контактов. То есть, вы под видео сможете попросить, что-то там заполнить, какую-то форму, либо в самом видео дать, перейти по ссылочке на вас, на сайт там, да. Вы можете получение быстрых лидов, потому что видео объявления также хорошо работают и в Яндекс Директе, и в Гугл Эдвардсе, да. И можете делать некие, некие пошаговые стратегии. Что это значит? Многошаговые стратегии, пошаговые, да. Как это работает? Вы можете на видео разместить какой-то полезный контент, а дальше сказать, хотите узнать больше, приходите к нам на семинар, ссылочка внизу. Либо скачайте это видео там, допустим, скачайте этот вот PDF-файлик, который внизу там, да, и прежде чем скачать файлик, попросите у людей телефон и email-адрес. Тоже работает. Минусы. Ну, минусы очевидны. Минусы – это одноразовая продажа. Почему? Потому что это вот ролик, он, вы не сможете одним и тем же роликом продавать что-то много постоянно. Минусы – то, что у вас нет аналитики, нет глубокой аналитики. У вас нет канала, соответственно, нет большой аналитики, откуда приходят, да, с какого сайта приходят. То есть, у вас нет понимания, что работает, а что нет. Ну, нет подписчиков и траста. Соответственно, люди даже хотят подписаться, они заходят на ваш канал, видят, что это видео одно или там два или три и не особо охотно подписываются. Причем, даже если не подписываются, потом ваш канал уходит вниз, потому что там не будет хорошего, полезного контента и в итоге его просто не будут замечать. А потом отпишутся автоматически. Поэтому, предлагаю вам рассмотреть все три стратегии развития вашего канала. Приходите к нам в школу, бесплатную школу видеоблогеров. Приходите сюда, делайте свои успешные каналы. Все три стратегии, будь то стратегия «Я – видеоблогер», стратегия «Я – бизнесмен» и стратегия «Я – исследователь», они размещены под этим видео. Вы можете задавать по стратегии «Я – исследователь» вопросы свои под этим видео. Ставьте лайк, если понравилось, поделитесь видео. Нам приятно, когда вы пишете комментарии, мы работаем для вас. Как видите, здесь нет никаких скрытых продаж. Поэтому, если хотите получать такой интересный годный контент, делитесь видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Школа видеоблогеров». Всего доброго. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok